Обычно в это время Ольга Трубченинова находится на своем рабочем месте в Центре здоровья. Но сегодня она волонтер. Помогает специалистам Центра СПИД завлечь сельских жителей в кабину специальной машины, где они могут пройти бесплатный тест на ВИЧ. Вот они почему-то думают, что если это... Ой, нет, они отворачиваются. Сейчас прошли, особенно люди из деревни, они считают, что мы деревенские, говорим, нам зачем это, нам это не надо. Молодежь вон там стояла тоже, отвернулись. Тем не менее, с каждой минутой людей у кабины мобильного пункта собирается все больше. Михаил Ярусланов выбежал из салона автобуса, чтобы пройти диагностику. Ну так, интересно стало. Пройду-ка я, попробую. Мужчину пропускают без очереди, ведь его автобус отправляется уже через полчаса. Поскольку проверка анонимная, ему предлагают придумать себе любое имя. А что, зачем скрывать анонимность? Заполняйте. Ой, очки-то я... Давайте я заполню. Ну, пишите. Обычный анализ крови на ВИЧ готовится несколько дней. Результат данного теста будет готов через несколько минут. Открыли рот, челюсть не напрягайте. Не, язык не надо мне. Челюсть не напрягайте. Результат, ну, 10 минут. Придете с этой бумажечкой, поможете. Такой тест – настоящий подарок. Ведь один набор диагностики обходится государству в тысячу рублей. По такой методике Центр СПИД работает больше года. Мы смотрим не сам вирус, а антитела к нему. Когда вирус попадает в организм, начинают вырабатываться антитела. Их мы и смотрим. Мы не ищем саму вирус. А через слюну концентрация вируса слюны очень низкая. Чтобы заразиться через слюну, надо 3-4 литра вести внутривенно, слюны, соответственно. Диагностика нужна даже не для выявления зараженных людей, а для профилактики, говорят врачи. Люди узнают о работе специальной машины, начинают интересоваться и самой проблемой. Самое глубокое заблуждение, которое распространяет ВИЧ-инфекцию среди нашего населения, это именно положение о том, что глубокая убежденность, к сожалению, нашего населения, что меня это не касается. За несколько часов работы экспресс-диагностику прошли около 80 человек. Двое из них получили на руки положительный результат. Они будут обследоваться дальше. Возможно, что в будущем специалисты Центра СПИД побывают и в сельсоветах района, чтобы охватить диагностикой как можно больше людей.